Подготовлено Клубом Перевод. Всем привет! В этом видео мы будем говорить об инструменте Path Deform в Гудине. Он позволяет деформировать геометрические объекты вдоль кривых. Это может быть текст, графика или любая тестовая геометрия. Итак, переходим в Гудине. Нажимаем Tab и находим ноду Font. Нажимаю клавишу W и скрою сетку. Из текста у нас получились вот такие кривые. Именно их мы используем в качестве пути для деформирования геометрии. Изменю текст. И заодно сам шрифт. Сделаем что-нибудь поинтереснее. Отключу Whole Faces в создании отверстий и увеличу трекинг, чтобы было больше места. Дальше снова нажимаем Tab и находим Path Deform. Если навести курсор на входные маркеры, то появятся подсказки, что ей нужны кривые и геометрический объект. Кривые у нас уже есть, присоединяем их. А в качестве геометрии создам трубу Tube. Сделаю ее полигональной. Закрою и немного изменю ее параметры. Подключаем. Нажимаем R и W для шейдинга. У нас получились вот такие бабочки. На вкладке Capture and Align можно изменить ориентацию. Она, конечно, будет зависеть от конкретного объекта. Покажу исходные кривые. Мы смогли повторить их только частично. Ну и разрешение, конечно, очень низкое. Из-за этого получились такие угловатые формы. Давайте немного увеличим. А теперь попробуем обвести каждую букву полностью. Перейду на вкладку Map and Deform. И в параметре Map Length Using изменю на длину кривой. Curve Length. Так будет учитываться вся длина кривой каждой буквы. Если вам нужен такой эффект, то можно считать, что он готов. Ну и если хотите еще и анимировать геометрию вдоль пути, то смотрите дальше. Offset Position – это смещение геометрии относительно пути. А внизу есть еще флажок Preserve Volume – сохранить объем. Включу его, выделю Path Deform и нажму Enter. Во вьюпорте появятся манипуляторы. Красный – это начало деформации, а зеленый – это конец. И если двигать зеленую стрелку, можно вот так сжимать геометрию. И при этом сохранять объем. Если растянуть до самого конца, то этот контур станет тоньше. Пока отключим, сейчас нам это ни к чему. Следующие два параметра – Start Behavior и End. Это поведение в начале и в конце. В данный момент оба установлены на Extend. Изменю на Clamp, и в какой-то момент они остановятся. Вот все, красные остановились. Значит, мы дошли до конца линии. То же самое будет с зеленой стрелкой. Она тоже остановится. Если я попытаюсь потянуть ее дальше, она никуда не сдвинется. В общем, в зависимости от того, какого эффекта вы пытаетесь добиться, можете пробовать разные варианты и смотреть, какой вам подходит больше. Верну Extend. Сделаю покороче. И снова открою вкладку Capture and Align. Внизу есть раздел Capture, где можно продолжить геометрию в начале и в конце. Несмотря что вам нужно. При этом она удлинится, но не повторяя формы кривой. И тогда, если анимировать движение вдоль кривой, этот край всегда будет торчать. Тоже очень круто. Для этого достаточно просто смещать позицию. Можно, например, установить ключевые кадры. Получится вот такой интересный эффект. Как будто такой незаконченный шрифт. Идем дальше. Активирую масштабирование в разделе Geometry Deformation. И изменяем множитель. И так можем контролировать масштаб геометрии, не возвращаясь к исходному объекту. И точно так же это можно делать во вьюпорте с помощью манипулятора. Если, например, вьюпорт развернут на все окно, и у вас нет под рукой панели с параметрами. Еще внизу есть флажок для того, чтобы активировать градиент Scale Ramp. Есть даже несколько пресетов. Или можете сами придать этой кривой любую форму. Вообще, нажму клавишу D и изменю на светлый фон. Если посмотреть вблизи, то по профилю кривых будет примерно понятно, какую форму примет геометрия. Здесь она тонкая, здесь толстая. Если продолжить геометрию дальше, то она будет выглядеть именно так. В общем, так по профилю можно предварительно оценить, что у вас получится в итоге. Еще здесь можно активировать вращение. Думаю, это и так понятно. И жесткость. Вместо плавных изогнутых форм будут такие прямые палки. Сейчас нам это ни к чему. Вдобавок, если у вас какие-то абстрактные кривые, можно их инвертировать. Тогда изменится порядок анимации эффекта. Ну и можно вообще брать другие объекты. Не очень легко пробовать разные варианты. Менять ориентацию и тут же видеть, что получается. Все это происходит быстро и просто. Изменю, например, на X и Z. Если отключить градиент для масштаба, тогда получится равномерная ширина по всем кривым. И будут как бы экструдированные буквы. Но в отличие от экструдирования и каких-то других операторов, с помощью градиента можно придать им совершенно разную форму. Итак, мы говорили об инструменте Path Deform в Houdini. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...